Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. За время своей миссии зонд Кассини собрал и передал о Сатурне и его спутниках так много данных, что ученые все еще продолжают делать открытия на их основе. В частности, астрономы Корнельского университета смогли проникнуть в тайны самого Большого моря на спутнике Сатурна-Титане, море Кракена. Интересно, что для этого им пришлось применить математику, ведь мощности радара зонда не хватило, чтобы достичь дна этого водоема. Представление художника о море на поверхности Титана. Титан, источник изображения, NSA, Джон Гленн Ресерч Сентр следует уточнить, что моря на Титане состоят вовсе не из воды. В берегах среди скал Титана плещется сжиженный метан с небольшими долями азота и этана. Окружающая среда этому способствует, на поверхности небесного тела около минус 179,6 Си аппарат Кассини прозондировал Титан в 2014 году. Часть этой информации была раньше расшифрована, а часть была проанализирована только недавно. Сканирование моря Кракена на частоте 13,78 ГГц позволило по задержкам отраженного сигнала и с учетом падения энергии отраженного луча представить рельеф дна и оценить глубину моря. К сожалению, радар смог изобразить ландшафт только до глубины 100 метров, после чего перестал ловить отраженный сигнал. Концепция воздушного дрона для изучения Титана. Источник изображения, NSA, как считают ученые, которые провели аппроксимацию рельефа всего дна с помощью полученных данных глубин до 100 метров, глубина в центральной его части может достигать 300 метров. Эта информация имеет особую ценность, поскольку в будущем планируется запустить в одной из морей Титана автоматическую подводную лодку. Но сначала туда будет направлен аэродрон Dragonfly. Если все будет хорошо, космический аппарат Са-стрекозой отправится в полет в 2027 году и прибудет к Титану к 2035 году. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.